Здравствуйте! В эфире местные новости. О событиях дня, которые произошли в Крымоскалах, Благовещенске, Чешмах и Голиной Кушнаренкова расскажем сегодня. Смотрите в выпуске. Шинкакуля ведется ремонт корпуса детского сада. Жители деревни Пятилетка практически отрезаны от цивилизации. И 150-метровую надпись «Живи, деревня» создали в Кушнаренковском районе. Уже почти 4 года жители деревни Пятилетка и Глинского района практически отрезаны от цивилизации. Они испытывают сложности из-за отсутствия автомобильной переправы. Раньше, когда в деревне был лес-промхоз, рабочие своими силами построили мост. В 70-е эту переправу заменили канатным паромом, а в 2015 году его разрушило половодье. Теперь единственный путь через реку Сим – это подвесной пешеходный мост. К слову, деревня расположена в 15 километрах от федеральной трассы М-5. И никакая спецтехника подобраться к ней не может. Если ехать в объезд, то приходится делать огромный крюк. А в случае приезда скорой больного вынуждены тащить по мосту на носилках. При этом до моста вести на мотоблоке, а зимой на лошади. Расстояние от моста до деревни – полтора километра. Жители неоднократно обращались к властям с просьбой о строительстве новой переправы. В 2017 году на это выделили 8 миллионов рублей, однако средства потратили на ремонт дорог. Уже бывший глава администрации Гафуан Шихудинов объяснил, что подходящий проект понтонового моста не нашли, а деньги необходимо было освоить до конца года. Сейчас в администрации района жителям отвечают, что для строительства нужны большие денежные средства, которых в бюджете нет. Письмо с просьбой об их выделении отправлено в Государственный комитет Республики по транспорту и дорожному хозяйству, но на решение вопроса требуется время. Традиционно летом в лагере Зарница Благовещенского района проходит республиканская военно-патриотическая смена «Юный спецназовец». В этот раз отдыхали 50 детей. На днях в лагерь приехали сотрудники из госавтоинспекции. Они рассказали ребятам о правилах дорожного движения и поведении на дороге, познакомили со спецификой своей работы и показали оснащенность патрульных машин. Благотворительная акция «От сердца к сердцу» пройдет в Карамаскалинском районе. Мероприятие состоится вблизи деревни Ибрагимова в лагере «Виктория». В программе праздника игры, конкурсы, мастер-классы, круглый стол для родителей, праздничный обед, шоу мыльных пузырей и многое другое. На мероприятие приглашают семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями. Акция состоится 17 августа в 11.00. Из Карамаскалов организуют подвоз. Сборная центральной площади Ленина в 10 утра. В Шинкакульском сельсовете Чешминского района идет ремонт детского сада «Ладушки». Во дворе уже установили новые игровые павильоны. Основные работы ведут внутри здания, которое пустовало около семи лет. На капитальный ремонт помещений групп, замену отопления, водоснабжения и сантехники, а также покупку мебели и другого инвентаря из республиканского бюджета выделили почти полтора миллиона рублей. Работы планируют завершить к 25 августа. Надпись «Живи деревня» создали в деревне Охлыстино Кушнаренковского района на одноименном празднике. Ее сделали на поле с помощью трактора и плуга. Длина надписи составляет 150 метров, высота каждой буквы – 20. Таким образом, организаторы дали старт флешмобу. По его условиям необходимо сделать подобную надпись и выложить фото с хэштегом «Живи деревня» в социальных сетях. Также для гостей фольклорного праздника организаторы подготовили народные песни и танцы, кукольный спектакль, игры, ярмарку, чаепитие под открытым небом и мастер-классы по народным промыслам. На сегодня это все новости. Далее переходим к прогнозу погоды. Я благодарю вас за внимание. Смотрите нас каждый день на республиканском телеканале ЮТВ и на сайте utv.ru. Поделиться своими новостями вы можете в наших группах в социальных сетях или рассказать их менеджерам в офисах компании Уфанет. Всего доброго и до свидания.